В Наринмаре спустя почти поллета, и учитывая тот факт, что на севере оно короче обычного, наконец началась озеленительная кампания. Цветы, правда, пока не высаживают аграрии, сейчас подготавливают почву. В этом году город предстоит озеленить архангельскому предприятию Стройком. По контракту, кстати, высадка должна закончиться уже 15 июля. Успеет ли, как долго простоят цветы в нелетнюю погоду, выяснял Олег Хатанзейский. Я пока контракт до тех пор не подпишу, до тех пор, пока не увижу эти цветы, вырешенные на Наринмаре. Если я увижу цветы, вырешенные на Наринмаре, я подписываю контракт. Срок исполнения, знаете, до 10 июля. Это интервью было записано в конце июня. Руководитель «Чистого города» отчетливо говорит, все цветы должны быть высажены до 10 июля. Однако уже сегодня сроки изменились. В контракте внезапно появилась цифра 15. Что это? Оговорка директора или договоренность с подрядчиком? Неразбериха началась еще на стадии конкурса. Раньше город озеленяла Ненецкая агропромышленная компания. Но в этом году контракт вдруг выигрывает Архангельский стройком. Этой теме был посвящен отдельный репортаж корреспондента нашего телеканала Алины Выучейской. Вот фрагмент того сюжета. В теплицах солнышка в этом году непривычно много рассады. Гвоздики, пионы и другие цветы, которые, кстати, этим летом не будут украшать аллеи и памятники города. Ненецкую агропромышленную компанию не допустили к участию в аукционе по благоустройству. И как бы смешно это ни звучало, из-за одного слова. Единственная наша ошибка, по которой нас отстранили аукционы. Нами было написано такой, здесь есть такой пункт. Посадочный материал является продукцией собственного производства, а сортимент соответствует заявку. Мне написали слово «Россия». Впрочем, по факту аукциона как такового и не было. Из четырех поданных заявок три были отклонены. Конкурс выиграло общество с ограниченной ответственностью стройком. Ну а самая главная загадка в этой истории – когда же начнется высадка живых саженцев. По контракту эти работы должны быть выполнены в срок до 10 июля. Впрочем, учитывая тот факт, что саженцы еще даже не отправились из Архангельска, а доставлять их сюда будут на барже по морю. И на это уйдет как минимум три дня. Неизвестно, успеют ли архангельские озеленители в срок выполнить работу. Сразу после выхода в эфир сюжет вызвал большой общественный резонанс, как, впрочем, и у самих озеленителей. Сотрудники стройкома посчитали, что в материале допущены грубейшие оговорки. Факты, мол, изложены неверно, а информация недостоверная. Однако редакторы телеканала в сюжете нашей коллеги ошибок не нашли. Если вы не обладаете четкой информацией, зачем вы выкладываете вот этот сюжет в эфир? Андрей, не я занимался сюжетом, и не я выкладывал его. Почему спрос? Вы работаете в одной компании. Почему спрос? Я вам задаю. А вы мне задаете вопрос? У вас Альбина, она вместе с вами работает. Знаете, к сожалению, у нас есть редактор, который выпускает все наши материалы, который проверяет и выпускает, и она принимает решения. Сейчас что вы хотели услышать? Хотел услышать, как продвигаются работы с озеленением Реймара. Все согласно техническому заданию. Мне сказали, что контракт до 15 июля, то есть к этому числу должны все закончить. Почему? Еще такой вопрос у меня к вам. Почему вы изначально в первом сюжете говорите до 10 числа, а сейчас вы звоните и говорите до 15? Андрей, я вам объясню сейчас. Не хочу объяснять. Все идет согласно техническому заданию. Хорошо, то есть вы... Продолжение сроков и контракта. То есть вы утверждаете, что до 15 успеете? 100% никто нигде не утверждает. Вот когда будет готово, тогда мы и поговорим. У меня готовность уже на 70%. Вы уже работаете? Мы давно уже работаем. Работы действительно ведутся. Земля под рассады появилась в парке у морского порта на аллее возле Кровеческого музея и в сквере на улице Ленина. Высадкой цветов озеленители займутся позже. И уже понятно, даже в передвинутые сроки подрядная организация выполнить работы явно не успеет. Вы как считаете, до 15 это справится? Не знаю, у меня тоже к ним вопрос есть. Сегодня как раз ездили и разбирались. Будем предъявлять претензии к ним. Штрафные санкции. Озеленители тоже не скрывают. В срок, который указан в контракте, не уложимся, даже если круглосуточно работать. Думаешь, примерно за неделю справитесь или это больше будет? Больше. Примерно. Задействовано, наверное, человек 5-6. Стоит напомнить, стоимость контракта по озеленению Наринмара – 5 с небольшим миллионов рублей. В эту сумму входила доставка саженцев из другого субъекта. Однако готовые цветы подрядная организация закупила у Ненецкой АПК. Именно у них стройком увел из-под носа важный контракт. В округе тем временем уже экватор лета, а в столице региона о теплом времени года почти ничего не напоминает. Лишь растущая трава до ромашки. Маловато. Маловато. Да, чем с прошлыми годами. Где видели, что уже посажены? Видела... По нему администрации? Нигде. Есть немножко, но мало. Особенно около домов. Вот в панельных домах, где есть места, там желательно бы что-нибудь, деревья какие-то посадить. Потому что голова пустое, но некрасиво. Вот одна трава. Ее сейчас скосят, опять будет пустота. Нет, 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 нет. Мне кажется, раньше больше было. Когда конкретно посажены цветы будут радовать глаз горожан, через неделю, две, а то и три вопрос открытый. Главное, чтобы не получилось, как в 2012 году. Новые растения, а также посаженные приезжие компании завяли уже через неделю. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал.